В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте. У нас в гостях сегодня заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России Паризанской области Александр Головастов. Здравствуйте, Александр. Скажите, пожалуйста, об итогах работы ГИБДД в 2016 году. Итоги 2016 года, может быть, рано еще позадить, потому что у нас декабрь месяц, зимний месяц, относительно сложный в плане надзорной сферы деятельности. Но за 11 месяцев мы как бы можем констатировать то, что сегодня на территории нашего региона мы наблюдаем снижение общего количества числа ДТП, снижение количества раненых, снижение количества погибших, что действительно отрадно. То есть на сегодняшний день, если можно проводить, когда она такая, очень довольно сравнительная характеристика с прошлым годом, порядка 27 жизней на сегодняшний день мы спасли. То есть у нас, по сравнению с прошлым годом, количество погибших гораздо ниже и на 15% мы наблюдаем общее снижение количества дорожных транспортных происшествий. То есть у нас произошло их 1620 на сегодняшний момент, а в прошлом году было 1980 на истекший период, такой же период, только 15-го года. Вот снижение количества ДТП на дорогах, скажите, с чем это может быть связано? Ну, как бы действительно огромную роль, это на мой взгляд, здесь является вся служба госавтоинспекции. Она действительно у нас широкоформатная. Это и технический надзор, это и дорожный надзор, это и однозначно отделение пропаганды, но и служба дорожно-патрульной службы, это те ребята, которые несут службу на дороге непосредственно, это сфера надзора. То есть та профилактика, которую на сегодняшний день, и те темпы работы, которые на сегодняшний день нам задает ОМВД России, Паризанской области, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения России, мы их выдерживаем. То есть и те профилактические мероприятия, предупреждающие мероприятия, они дают свой положительный, однозначно результат. Ну, так в качестве примера, вот на сегодняшний день у нас составлено практически 1 миллион 200 постановлений в отношении нарушителей. Но это не говорит о карающей мере. Это однозначно профилактика. И на сегодняшний день вот те водители, которые, ну, говоря языком профессионалы, водители, которые рационально подходят к тому, что они выходят на дорогу, они, ну, в основном мы слышим слова благодарности от них. И это дисциплинированные, воспитанные водители, те, которые знают правила дорожного движения, те, которые также реагируют, в принципе, как и мы, на тех нарушителей. То есть мы получаем и звонки от граждан, мы получаем и слова благодарности, и критику. В свой образ выдерживаем, что мы кого-то не видим, а водители вот такие профессионалы видим. Поэтому я думаю, что это в совокупность всей работы, ну, в основном полиции Рязани. Какие основные проблемы в дорожной безопасности Рязанской области сегодня наблюдаются? Расскажете. Сегодня мы видим проблемы, которые связаны с зимним содержанием автомобильных дорог. То есть это своевременная почистка, своевременная обработка, то есть ликвидация, нормативная ликвидация зимней скользкости, окончание снегоочистки. Те факторы, которые бы сторонние препятствовали нормальному условию дорожного движения. Это проблема, которая насущна всему зимнему периоду. А так, действительно, нам бы хотелось, что вступили и новые нормативы в ГОСТы по оборудованию пешеходных переходов, особенно в образовательных учреждениях. Техническое обустройство мест притяжения к образовательным, дошкольным учреждениям, оно на сегодняшний день у нас широко развито, и очень много новых технических средств организации дорожного движения. Это и знаки на сверхинтенсивной светоотражающей пленке, это и применение различных светофоров типа Т7, это и применение обязательно пешеходных перильных ограждений, это применение искусственных неровностей различного типа. И в совокупности, если реализовать вот эти мероприятия уже в следующем году, и они реализуются, нам хотелось, чтобы темпы роста были гораздо выше, то с учетом нашей профилактической работы, которую мы ведем по всем линиям госавтоинспекции, они также дадут свой однозначно положительный результат. Да, но вот еще одной проблемой, наверное, является нехватка парковочных мест. Вот в этом направлении что-нибудь делается? Момент какой? Вообще общая стратегия развития уличнодорожной сети, она находится в компетенции владельцев и балансодержателей дорог. Но мы ежедневно на дороге, мы видим эту проблему, мы работаем, первое, что на нас возложено, это профилактика данного вида нарушений, то есть это работа с эвакуацией транспортных средств, это работа по запрещению парковок в тех или иных местах, перед пешеходным перекрестком, перед переходами, в соответствии с зоной действий знаков. А пожелание-то какое? Надо расширять уличнодорожную сеть с учетом именно возведения жилокарт в квартал, с учетом именно формирования мест для временного хранения транспортных средств. Вот это момент парковки, то есть мы свои предложения вносим, вносим те пожелания, то, что мы видим ежедневно на дорогах, где транспортные заторы, ну вот как одно из примеров, сейчас применение идет платных парковочных мест, это в свою очередь ряд улиц разгрузило, но второстепенные мы видим, что там загружены, то есть однозначно расширение количества мест для временного хранения транспортных средств, это позволит от этой проблемы уйти. Еще раз повторюсь, уровень автомобилизации растет, соответственно, должен быть соответствующий прирост уличнодорожной сети, которая включает в себя и именно развитие парковочного пространства. Вот что касается работы с населением, часто ли жалуются рязанцы и на что? Порядка 300 обращений к нам приходило, это через телефон доверия, через письменные связи, при эти 300, ну половина из них практически был задержан водитель в нетрезвом состоянии. Эта работа ведется на постоянной основе, ни одна жалоба не остается без внимания, плюс у нас есть волонтерское движение, которое в том числе участвует с инспекторским составом принесения службы, там создан определенный дружинный состав. А основные жалобы, которые мы получаем на сегодняшний день в адрес управления ГИБДД, это связано с неудовлетворительным дорожным покрытием, это связано с износом горизонтальной дорожной разметки, это связано с зимним содержанием, но все это есть административный состав правонарушений, и основной вал жалобы это именно состояние проезжих частей, дороги и тому подобное. Ну и плюс, вот еще раз обращу внимание, это отличный положительный опыт, ну представьте порядка там 150, я могу их впрямую назвать, потенциальных преступников, выпивших там, севших за руль, были остановлены нашими гражданами. Вот что касается нетрезвых водителей, их сейчас увеличилось количество в этом году, как обстановка? Ну тут, знаете, как индикация, здесь, наверное, стоит считать дорожные транспортные происшествия, совершенные водителем в состоянии алкогольного опьянения. В данном аспекте мы, да, по итогам 11 месяцев наблюдаем существенное снижение, то есть это и ужесточение меры наказания, это и огромная действительно профилактическая работа, ведущая отделом нашим пропаганды, который, ну это, вот если обращали внимание, видите рекламные счеты, которые такие очень вызывающие, очень там призывающие к тому, что это действительно не стоит этого делать, не просто там запрещено, а это последствия не только водителю, но и его близким, его родным, его друзьям, то есть те дорожные транспортные происшествия, которые совершаются. Почему-то так уже вот повелось, что сам водитель в интерьерном состоянии страдает меньше, чем тот состав пассажиров, который находится с ним в транспортном средстве. И если брать по выявляемости, вот на сегодняшний день мы задержали, мы привлекли к административной ответственности, решение вынесено о наложении больших административных штрафов, значит, об ограничении специального права управления, то есть лишении права управления на определенные сроки, порядка 4500 водителей, это за 11 месяцев, по итогам 11 месяцев. Это больше, чем в прошлом году? Это меньше, чем в прошлом году, но и дорожные транспортные происшествия меньше. То есть, и еще, на что здесь стоит обратить внимание, и я думаю, что просто как комментарий правильный более, у нас введена уже с августа прошлого года уголовная ответственность за повторное управление транспортных средств. Какие основные задачи вы ставите перед собой в своей работе? Ну, основная задача, она нам определена нормативными приказами Министерства внутренних дел, то есть, это однозначно повышение качества безопасности дорожного движения, это сохранение жизни, здоровья, имущества наших граждан. Но это нисколько не громкие слова, то есть, вся та профилактика, вся та работа, она направлена именно на эти три аспекта. То есть, госавтоинспекция напрямую задействована, как вы знаете, и в массовых мероприятиях проведения, в обеспечении порядка. И, в принципе, на сегодняшний день нареканий со стороны граждан, со стороны руководящего состава к нам достаточно мало. То есть, все это проводится качественно, все это отрабатывается от и до. И это, ну, это не самая простая работа. То есть, это однозначно планирование, это однозначно просто тот профессиональный уровень, который на сегодняшний день мы имеем. Мы способны решать те задачи, которые ставит город, областной центр, ну и, в принципе, область. Терезрителям, я напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель начальника управления госавтоинспекции МВД России Призанской области Александр Головастов. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова